О том, что сейчас происходит в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, актуальных цифрах и решениях власти, расскажет в специальной рубрике «Волна коронавируса» моя коллега Мариам Башкирова. Сейчас она на прямой связи. Мариам, тебе слово. Максим, приветствую тебя. Власти услышали позицию общественности и отправили на доработку законопроект об обязательных QR-кодах на транспорте. Ранее об этом депутатов попросил президент Владимир Путин. Действительно, резонансный законопроект, который в случае принятия обяжет граждан предъявлять QR-коды о вакцинации в самолетах, поездах и других международних транспортах, вызвал шквал негодования. Взять хотя бы телеграм-опрос председателя Государственной Думы Вячеслава Володина, где 700 тысяч комментариев, 90% отрицательного характера. Зато парламент принял в первом чтении аналогичную инициативу, только уже касающуюся общественных мест. Парки, скверы, театры, музеи, словом, любую зону, которую так или иначе можно назвать общественной. Но и здесь президент оказался недоволен текущими планами, поручив и в этом случае более основательно поработать с документом, чтобы не вызывать отторжения у людей. Почему я это говорю сейчас? На носу новогодние праздники. Передвижение будет очень большим. Некоторые предприятия, ваши предприятия, это предприятия полного цикла, безостановочного цикла, будут работать и в праздничные дни. Я хочу и к вам обратиться. И еще раз напомнить всем нашим гражданам, что, конечно, новогодние праздники – это особый период в жизни каждого человека, в жизни каждой семьи. Хочется встретиться с близкими, пообщаться. Это новогодний праздник всегда вызывает какие-то позитивные, сказочные ожидания на будущее. Однако, не Новым годом едино, есть и другие проблемы, связанные с распространением коронавируса. Например, штамм омикрон, который, как прогнозируют специалисты, рано или поздно вытеснит патогенную дельту. На сегодняшний день в России зарегистрировано уже 25 случаев опасной инфекции в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье, Ростове-на-Дону. Власти рассчитывают, что, несмотря на заразность омикрона, ревакцинация поможет получить защиту от болезни. К слову, сейчас коллективный иммунитет в России вырос почти до 57%. Что касается уровня коллективного иммунитета, то он на сегодняшний день составляет 56,1%. Наилучшие показатели. Свыше 80% сегодня, как и в прошлый раз я вам докладывала, в городе Севастополе. Больше 72% мы сегодня фиксируем в Чукотском автономном округе, Республике Тыва, Республике Карелия, Московской области, городе Санкт-Петербурге и городе Москве. Число вакцинированных первым компонентом на сегодняшний день составляет 75,8 миллиона человек и двумя компонентами 69,4 миллиона человек. Что касается Башкортостана, то здесь вакцинация продолжается ускоренными темпами. Сейчас первый компонент прививки от коронавируса сделали уже почти 2 миллиона 200 тысяч человек. Полностью завершили вакцинацию около 2 миллиона человек. Или 78% от необходимого числа граждан. По-прежнему много людей заболевают ежедневно. Большая часть проходит лечение на дому. Для предоставления в том числе лекарства от коронавируса амбулаторным пациентам антиковидные расходы на следующий год увеличат еще на 2 миллиарда рублей. Это позволит выплачивать медицинским работникам и дополнительные стимулирующие, модернизировать лаборатории, проводить углубленную диспансеризацию. Несмотря на снижение числа заболевших, усиливаются антиковидные меры из-за появления в стране штамма омикрон. Прибывающие из ряда африканских стран и Гонконга должны сдать экспресс-тесты и на 2 недели самоизолироваться. Срок действия отрицательного результата лабораторного ПЦР-исследования на COVID-19 сократили с 72 до 48 часов. Словом, только вакцинации и при необходимости ревакцинация способны побороть болезни и обезопасить граждан от заражения. Максим, тебе слово. Да, спасибо, Мариам. Это была моя коллега Мариам Башкирова о ситуации с коронавирусной инфекцией в России и Башкортостане. Продолжение следует...